всем привет в сегодняшнем видеоролике я вам покажу довольно необычную и очень интересную масштабную копию автомобиля с кузовом типа универсал на базе mercedes-benz s-класса в кузове w140 в масштабе 1 к 43 эта модель появилась в продаже буквально в прошлом месяце ее рекомендованная розничная цена в европе составляет около 100 евро плюс-минус в зависимости от того места где вы будете ее приобретать и модель изготовлена компанией matrix она сделана из полимера выпущена ограниченным тиражом в 408 экземпляров и интересно то что помимо matrix models такую модель больше промышленным способом на сегодняшний день никто не предлагает и это не совсем серийное исполнение автомобиля машину делала кузовная фирма бинз и дизайн этого автомобиля делала компания катформ и эта машина была одобрена заводом mercedes на нее распространялась заводская гарантия правда стоили такие универсалы намного больше чем топовая версия в максимальной комплектации с двигателем v12 и сложно сказать сколько было выпущено таких универсалов если поискать фотографии в интернете то в основном предлагает настоящий автомобиль в похожей схеме окраски с точно таким же оформлением внешней и внутренней части но я как-то давно искал и другие фотографии и было пару черно-белых снимков где был похожий автомобиль только у него немножко по-другому были окрашены оконные проемы так что возможно настоящих машин было сделано чуть больше чем одна единица и также помимо универсала от бинз такую машину выпускала еще одна кузовная мастерская и те машины были сделаны для одного шейха у них была немножко видоизмененная передняя часть взятая от автомобиля с кузовом купе и также немножко отличалось оформление задней части и будем надеяться что матрикс выпустит и второй экземпляр и здесь довольно интересный большой дисплей кейс выполнен в классическом стиле от этого бренда коробочка черного цвета сделанная в клеточку на нижней стороне упаковки есть различная информация которая касается производителя также есть наклейка с артикулом модели по которому можно найти его в интернете указан прототип mercedes-benz s500t кузов с 140 бинз катформ прототип 95 года и цвет голубой металлик здесь немножко неправильно написали фирму которая делала дизайн кузова и здесь получается катфорд на самом деле на конце должно быть м но это не такой большой нюанс я уже рассматривал этот универсал у него во всяком случае на корпусе небольшие логотипы на заднем стекле нанесены правильно как должны быть на настоящем прототипе и у матрикс довольно большой ассортимент различных автомобилей от mercedes и у них как раз предлагаются всевозможные универсалы был в продаже универсал на более раннем шасси w116 и у матрикса предлагалась как европейская так и американская версия автомобиля также как-то давно я вам показывал и более старые кузова которые тоже сделаны мастерской бинз и у них даже были универсалы на базе спортивных автомобилей с двудверным кузовом вот так выглядит дисплей кейс здесь также есть небольшие наклеечки которые фиксируют колпак и мне этот mercedes в целом очень понравился конечно есть некоторые огрехи в плане передачи образа но они не столь существенны и не так сильно бросаются в глаза и у автомобиля очень красивый светло-голубой возможно даже бирюзовый цвет кузова если как раз посмотреть на фотографии настоящего автомобиля то отличия от этой масштабной копии не такие уж и большие единственное настоящем автомобиле еще на крыше присутствует небольшая антенна здесь почему-то матрикс решил ее не ставить отлично проработаны колесные диски также интересен дизайн колесных дисков и здесь представлен автомобиль девяносто пятого года уже версия рестайлинг она от предыдущей модели отличается тем что здесь видоизмененные бампера листва колесные диски также немножко другое оформление передних фар и задних фонарей немножко отличаются элементы в салоне хотя здесь почему-то сиденье изобразили с рисунком старого типа на автомобилях установлены также регистрационные номерные знаки точно такие же как можно встретить на фотографиях настоящего прототипа довольно хорошо сделана решетка радиатора хром здесь отличного качества он переливается также установлен небольшой маскот из фототравления и у этого автомобиля также сделаны молдинги из тоненькой самоклеющейся фольги и они выглядят вполне реалистично отлично проработан салон его можно хорошо рассмотреть потому что большие окошки также салон выполнен в светлых тонах но он сделан довольно просто если вы посмотрите на дверные карты то здесь не хватает некоторых обозначенных элементов например ручки открытия дверей и также небольших деревянных вставок но при желании это можно доработать самостоятельно также можно посмотреть как сделана центральная консоль присутствуют небольшие замки под ремни безопасности оконные рамки на этой модели сделаны из фототравления и стойки выделены в цвет кузова отдельные дверные ручки хорошо смотрятся зеркала заднего вида а вот салонное зеркало здесь сделали по мотивам у настоящего автомобиля оно немножко другой формы и также мне не очень понравилось то что здесь неправильно расположили стеклоочистители как многие из вас знают у mercedes в кузове w140 дворники расположены зеркально и они очищают стекло в другую сторону нежели на обычных автомобилях а здесь сделали вот такой вариант но опять же при желании можно их переставить что еще вам показать заднюю часть тоже очень хорошо сделаны задние фонари обозначены сектора поворотников огней заднего хода присутствует выхлопная труба установлен значок на крышке багажника и также здесь установили небольшой стеклоочиститель довольно аккуратная модель хорошее качество сборки и многие из вас знают что с изделиями из полимера нужно быть осторожным потому что у них порой отлетают детали из водоотравления но пока что эта модель без каких-либо огрехов также на подиуме здесь есть табличка с наименованием прототипа и указан тираж модели 408 единиц у меня автомобиль под номером 10 и давайте для сравнения вам покажу другие mercedes которые выпускаются на сегодняшний день например одна из свежих моделей от производителя maxi champs и это версия дори стайлинг и как раз вы можете видеть здесь отличается листва немножко другая светотехника но и также немного отличается салон хотя повторюсь почему-то на этой версии сделали точно такой же рисунок сидений как на версии от maxi champs я уже делал детальный видео обзор на эту машину поэтому показывать особо ее думаю нету смысла многие из вас кто хотел уже видел эти автомобили у меня в коллекции есть еще черный вариант я тоже на него делал детальный видеообзор например есть еще модель mercedes от spark models это уже металлическое изделие но это не очень удачные модели у spark и неудачны они потому что большая часть автомобилей по истечении времени чумеет как раз отчетливо виднеются трещины на моем экземпляре и если вы хотите в коллекцию такой mercedes от spark то обязательно берите черный автомобиль у него такой проблемы нет скажем так 99 процентов серебристых машин со временем разваливаются тоже вполне хорошее изделие здесь больше недочетов например бампера сделаны по мотивам нижняя часть бампера взята от версии 93 года верхняя от уже рестайлинг версии и я как-то делал доработку этой модели тоже снимал краску дорабатывал бампера перекрашивал машину и хотел ее вам показать но она тоже со временем покрылась трещинами и у нее отвалился кусок передней части поэтому уже забросил ее в отдельную коробку и заново склеивать нет никакого желания и самый бюджетный вариант который можно найти на рынке это аналогичный mercedes от exo models конечно это версии седан повторюсь пока что универсал представлен только у matrix models но если у вас прямые руки вы можете взять такую модель и приделать заднюю часть самостоятельно и были похожие mercedes в рамках журнальной серии mercedes-benz collection они сделаны тоже на форме exo models правда у них не окрашен салон отсутствуют детали из водоотравления и немножко другой дисплей кейс мне казалось что в журнальных сериях модели просто поставлялись в блистере но кто-то мне в комментариях писал у кого есть такая модель что у них тоже был небольшой дисплей кейс правда он был немножко другой формы тоже вполне хорошая модель некая сборная солянка и повторюсь что идеальной модели w140 на сегодняшний день никто не предлагает у всех есть небольшие недочеты но самая приближенная машина у производителя mini champs ее более упрощенного аналога maxi champs также хорошая модель у шабок которая уже снята с производства но и вот эта модель от matrix при всех небольших нюансах которые немного портят восприятие от автомобиля вполне займет достойное место в вашей коллекции так что если вы собираете автомобили марки mercedes-benz можете смело покупать эту масштабную копию в коллекцию так как автомобиль был окрашен в один вариант окраски и других настоящих машин пока что в интернете не встречается я думаю matrix не будет делать перевыпуск этого автомобиля так что скоро они возможно исчезнут с продажи и я уже видел некоторые из моих подписчиков купили похожий автомобиль вчера в моей группе вконтакте кто-то выкладывал уже фотографии своей модели и пишите ваши комментарии понравился ли вам данный автомобиль хотите ли вы увидеть еще автомобили марки mercedes-benz с необычными кузовами которые есть в моей коллекции поддержите этот видеоролик лайком вступайте в мои группы в социальных сетях вконтакте и фейсбуке и жмите на колокольчик чтобы не пропустить уведомления о выходе новых видео на этом канале и заглядывайте на мой второй канал там тоже выкладываются довольно интересные видеоролики и последние анонсы о моих самых свежих новинках а на сегодня это все до новых встреч пока пока